Большой вопрос по поводу выделения компании ОМСК РТС из компании ТВК-11. Вы говорили, что перед Новым годом, что все выделительные процессы будут завершены до 1 апреля. Сейчас уже маль, вроде как еще не до конца завершилось, но прокомментировали. И что, вообще идеология этого выделения тоже хотелось бы от вас услышать. Для чего это все делается? Ну, во-первых, 1 апреля, как обещали, что новая компания будет зарегистрирована, так это сделано. Она зарегистрирована, назначен генеральный директор, главный бухгалтер, открытый расчетный счет, передача имущества произошла. Но есть одна проблема, что если сегодня осуществлять вид деятельности, то нужно разделять тариф. Для того, чтобы вот этой путаницы в середине, когда уже действует тариф, не было, принято было решение, что хозяйственная деятельность в виде аренды, она будет на обслуживание передана. ТГК-11 как было, так и остается. То есть, собственно, не меняется, так как РТС это составит ТГК-11. То есть, да, то есть в этом случае до 1 января этот вопрос отложили на сегодняшний день, но заявка на новый тариф подана уже на две компании. Ну, перспективы, вы понимаете, сегодня регион Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Барнау, они перешли на единую управляющую компанию РТС. Такая стратегия принята в целом в интервал, потому что сегодня активы теплового бизнеса, которые в башке есть, они точно так же разделены. Поэтому, собственно, определил такую стратегию разделить бизнес. Поэтому создается общество, которое будет наделено активами, будет заниматься чисто тепловым бизнесом. Вы знаете, что в свое время при реформе Чубайс разделил электроэнергетику. Он рынок электроэнергетики создал. Поэтому те станции, которые участвуют в рынке электроэнергетики, они остаются в той компании ТГК-11, которая будет. А те, которые будут заниматься бизнесом тепла, они выделяют в отделе ТГК. По перспективе, в свое время мы предлагали местному собственнику по тепловой компании передать в аренду, как в Томске, сети тепловой компании, для того, чтобы единый был центр обслуживания населения, чтобы не было этих проблем единого окна, то есть заявки, как сегодня по электроэнергии в Омском регионе, что ходят то одному, кто к другому по заявкам на подключение и того подобного. Поэтому было предложение передать в аренду. Решение такое не принял собственник муниципальных сетей. Сегодня он акционирует свои сети и в перспективе будут определять собственники, что дальше будет. В принципе, я говорю, что сибирские регионы, в Москве объединенные сети, они работают, и население от этого легче. В целом, в городе кто занимается? Если вы внимательно смотрели закон о теплоснабжении, то там определено такое, что единая теплоснабжающая организация должна быть определена. Не так, как у нас сегодня потребитель должен иметь взаимоотношения с двумя компаниями, а единая теплоснабжающая организация. То есть она отвечает за тариф, она регулирует деятельность. Вот в свое время я был в Польше, там механизм был такой, что тепловые сети регулируемый вид деятельности. И они, как в Дании делаются, есть несколько поставщиков тепла, тепловые сети покупают там, где дешевле тепло. Не там, потому что поставщики тепла не регулируемый вид деятельности в Польше, допустим, и в Дании. И они за счет этого, покупая более дешевое тепло, снижаются. И этот механизм опыт показывает, потому что, видите, тот механизм, который по электроэнергии есть по всему миру, да, а по теплу он индивидуально в каких-то определенных регионах. Это Дания, Востокная Европа. Там он еще не налажен, такой отваженный механизм рыночный. Поэтому вот сегодня, если вы слышали, определяется новый метод тарифа образования, это альтернативная котельная. Слышали, нет? Вот, возможно, перейдут на такой механизм тарифа образования, это когда для каждого региона будет определена тепло на альтернативной котельной, и данный тариф будет предельным для данного региона. Те, у кого выше, чем у него, дается три года на то, чтобы муниципальные, ну, вернее, местные власти приняли решение снизить этот тариф в течение трех лет у этого поставщика. Если он не может, тогда в течение трех лет местные власти должны принять решение строительства нового источника, ну, той котельной или там какого-то другого источника, у которого будет тариф ниже. А у которых тариф ниже его, у него появляется предельный тариф, который он может использовать для того, чтобы развивать свое. То есть вы знаете, что сейчас инвест-программа для подключения будет часть затраты перекладываться на общий тариф по теплу, то есть за счет этого он может развивать свои сети и в конечном итоге, допустим, ликвидировать, допустим, тот, как на левом берегу, есть сегодня источники, где тариф выше. Если будет предельный тариф котельной, то установить такой тариф предельный, мы строим новые сети и переключаем тот микрорайон. Но еще решение окончательно не принято. Это будут долгосрочные трехлетние тарифы. Ну, вы знаете, что документы сегодня отрабатываются. Минрегионы развития, Минэнерго, ФСТ этим занимаются. Проведение, когда утвердит, тогда более понятна будет схема, но в перспективе рынок тепла должен появиться. Поэтому участвовать в рынке тепла, вы понимаете интервал государственного предприятия, и она готовится к этому решению проведения. Ты все-таки уточнить хотел, тепловые сети, те, которые ТГК-11, они сейчас уже перешли к ОМСК РТС? По разделительный баланс передачи есть, но обслуживание осуществляется ТГК-11. Да, и с 1 января планируется, что будет РТС уже действовать в полном объеме. Но не раньше, а 1 января. Ну, тогда тариф надо делить. В связи с этим принято решение было... И все ремонты, которые в этом году будут финансировать ТГК-11? ТГК-11, да. И все инвестиционные проекты? Да, но она все равно будет под единой структурой, которая будет в Омске управлять в целом бизнесом. А управляться ТГК-11, вернее, ОМСК РТС будет из Уфы, да? Нет. Нет, тоже из Омска. Вот ТГК-11. Сегодня ТГК-11 зарегистрировано в Омске. Понятно. Я просто имею в виду, что, вы говорите, управляющая компания в Уфе находится. Нет, я говорю, на сегодняшний день в Уфе разделен этот бизнес. И по типу Уфы Интерал принял решение такую схему установить на всех источников. Сегодня они там рассматривают ТГК-4 вместе с собственником обслуживать. То есть и там тогда будет смотреться так. Ну, я знаю, что Борятия предлагается железной дорогой передать в Интералу имущество теплового бизнеса. Ну, все видно будет в перспективе. Дорогий Ильич, я так понимаю, по закону, что с следующего года должна быть единая маршрутка? По закону, вот сейчас схема теплоснабжения, которую ввезли Минэнерго на утверждение, там прописано, какие проектным институтам, какие теплоснабжающие организации должны быть. И сегодня постановление правительства имеется, что с 2015 года должны устанавливать трехлетний тариф. И сразу же будет определяться Минэнерго вместе с муниципалитетом, где какая теплоснабжающая организация, ей предельные тарифы устанавливаются. И они должны, эта теплоснабжающая организация, будет нести ответственность перед потребителями данной местности полностью за обеспечение тепла. Как гарантирующие, это старшики? Да, типа того. Типа того. Но при этом продолжат существовать все эти вот не очень большие компании, которые... Они будут теплоснабжающей организацией, вот как электротехнический комплекс, он имеет свой регион, он будет теплоснабжающей организацией. Или там котельная, там есть на левом берегу, она является теплоснабжающей для этого. Хотя муниципалитет имеет право принять решение, именно энергосогласовать, ту зону отдать, допустим, ТГК-11, но в этом случае мы будем тогда с ними заключать договор и определять. И тариф будет, ну не только все эти источники, но тариф будет единый тогда в этой, ну теплоснабжающей организации. Так, понимаете, задумка вся вообще в этой идее, то есть сыграть на удержание тарифа? Ну удержание тарифа, конечно, и стимулирует снижение его. Почему? Потому что, вы знаете, сегодня, вот Алексей Вячеславович не зря же сказал, переводит на газ. Почему? Потому что мазутные станции, они очень дорогие. И для того, чтобы стимулировать, если бы они не занимались, тогда бы искали другую теплоснабжающую организацию, которая бы стимулировала, чтобы они конкуренцию с ним создали. Ну это перспектива новшества, но я думаю, что в ближайшие там 3-4 месяца уже документы должны появиться. Наработки, но не по ним уже есть. Ну и для информации, что мы в этом году приступили к серьезному проекту, это прокладки теплотрассы ЛРО, продление, которое было в свое время построено, которое даст 260 тысяч квадратных метров построить в центре города. То есть финансирование тоже выделено, строительство уже началось, поэтому мы движемся дальше и в тепловых сетях. Если все высказались с ними... Продолжение следует...